Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда господин Сеет собирается уйти, звонит Дилан. Когда госпожа Азади спрашивает Ферата, что случилось, я говорю, я переехала в эту комнату и попросила помощи Уйгуля, госпожа Азади злится и спрашивает, зависит ли это от вас. Когда Ферат говорит, мне жаль мою бабушку, Гуль злится и говорит, а чем ты говоришь с госпожой Азади? Когда Ферат отправляет письмо ГЖ Азади со словами, вы всегда ругаете этих людей, не делайте этого, госпожа Азади говорит, что с вами что-то случилось, скоро почувствует запах. Ферат говорит, что с этого момента тебе лучше привыкнуть к такому состоянию. Госпожа Сабиха очень грустна, и Хевен пытается ее утешить. Он задается вопросом, как он может стоять перед Диланом и говорить, я твоя мать, и говорить, нет такой матери, как ты. Он помнит, как Дилан просил милостыню, когда тот был с ним. Сабихе Ханэм очень трудно знать все и не иметь возможности пойти и обнять свою дочь. Когда Дилан усаживает мистера Сиита на беседку и говорит, что мы не можем разговаривать друг с другом, мистер Сиит говорит, что есть так много вещей, о которых можно поговорить. Дилан говорит мне, ты всегда заставлял меня чувствовать любовь и сострадание твоего отца. Ты всегда пытался скрыть недостатки ГЖ Ханифе. Дилан спрашивает, ты отдал меня, а не Зюмрут, для вендетты, потому что ты меня не любишь. Господин Сиит объясняет, что это точно не из-за этого я вас очень любил, но то, что я сделал, было огромной ошибкой. Когда господин Сиит просит Дилана рассказать ему, что у него внутри, Дилан рассказывает ему все, что думает внутри. Когда господин Сиит снова говорит, я очень тебя любил, он говорит, если бы ты не отдал меня своему врагу для кровной мести, возможно, я бы ему поверил. Но если бы ты сказал мне и сказал, что это для твоих братьев, я бы охотно пошел, чтобы защитить их. То, что он услышал, очень тяжело для господина Сиита, и он говорит, что если вам нечего сказать, отпустите меня. Когда Дилан говорит, что все кончено, он уходит, не оглядываясь назад. Баран проходит мимо него и приходит к Дилану. Дилан говорит, что когда человек не чувствует любви своего отца, он чувствует себя очень незавершенным. Он обнимает Барана и говорит, я спокойно только рядом с тобой. Когда Ферат приходит к Гулю, Гуль говорит ему, что с тобой что-то не так, ты ведешь себя самоуверенно, ты изменился. Тем временем Хасан звонит ему и сообщает, что Баран узнал, что акции проданы, и собирается выяснить, кто их купил. Ферат говорит, тогда пусть он поучится у владельца, а Хасан говорит, подожди, не говори мне, пока я не приду, я хочу быть там. Дилан Хюма надеется, что, возможно, эта женщина знает то, чего не знает ее мать. Баран говорит Дилану, что если ты еще останешься голодным, ты умрешь от голода и заставляет его есть. В этот момент к ним приходит господин Кудрет и сообщает Барану, что Дерья продала акции. Госпожа Сабиха привела мою дочь в ее лучший день и плакала, потому что ее собственная мать пытала ее в этой комнате. Я думаю, что чтобы успокоить Гэжу Хавен Сабиху, Дилан пытается вас успокоить, потому что он понимает, что все, что вы делаете, происходит из-за вашей боли. Он снова вспоминает, что Дилан наставил на него пистолет, когда он хотел сбежать, и устраивает истерику, чтобы эту комнату можно было снести. Баран очень зол, потому что Дерья продала акции. Пока господин Кудрет успокаивает его, чтобы выяснилось, кто его так разозлил, в комнату входят Феррат и Хасан. Дядя Феррат говорит, не волнуйтесь, акции не достались иностранцам, на поле еще есть корабей. Когда Баран подходит к Феррату и спрашивает, как вы могли так поступить с нами, Хасан спрашивает, что он сделал, что моя племянница Дерья предложила это, и Феррат взял это. Когда Баран злится, он говорит, почему ты злишься, я снова принес это корабеем, и Баран злится, потому что он что-то делает за моей спиной и ничего не делает для пользы Дери, посмотрим, что он получит взамен. Баран злится, потому что ты снова ударил меня ножом в спину, когда я сказал, что с этого момента могу доверять Феррату. Хасан защищает Феррата, спрашивая, что ему следовало сделать, то есть не следовало ли ему это сделать. Когда он выходит из комнаты, Хасан идет за Ферратом и говорит, молодец, сынок, ты справился очень хорошо. Когда Гуль замечает ее, она спрашивает, что случилось, но Феррат говорит, что у него есть работа, и уходит, не сказав ей. Госпожа Сабиха не может себя простить, и пока она много плачет, Дилан целует медальон в комнате и говорит, я найду тебя, мама, ты больше не будешь плакать. В этот момент приходит сердитый Баран и объясняет, что произошло. Дилан хотел, чтобы в компании упомянули Феррата, потому что он был очень амбициозен. Может быть, он чувствовал себя на заднем плане, а не твоим врагом, успокаивает его Феррат, говоря, что все будет в порядке. Дилан выводит Барана на прогулку. Пока Феррат злится на бассейн, спрашивая, почему он мне не доверяет, приходит Джихан и говорит, почему ты это сделал, брат. Когда Феррат перестает говорить, я поступил правильно, Джихан оставляет его, говоря, нет, чувак, то, что ты сделал, было совсем неправильно. Дживахир звонит жене Сабихи и сообщает ей, что Феррат купил акции у Дерья и просит ее пойти и купить эти акции. Когда госпожа Сабиха спрашивает, почему вы хотите, чтобы я купила эти акции, она отвечает, что вы создали с ней совместный бизнес, поэтому должник должен отдать акции и выплатить свой долг. Однако госпожа Сабиха игнорирует его и говорит, что я сейчас не в состоянии заниматься бизнесом. Пока Дилан и Баран идут, госпожа Сабиха наблюдает за ними издалека. Приходит к нему дядя Ахмед и говорит, они зеницы наших глаз. Мисс Сабиха, они так хорошо подходят друг другу, что она молится Богу, чтобы они были разделены. Дядя Ахмед говорит, что Барану было очень плохо, когда Дилан отсутствовал три месяца, но очевидно, что между Дилой и Сабихой Ханым существует очень сильная связь. Дядя Ахмед говорит, не обременяйте Сабиху своими словами, дайте слово Сахиху. Когда Дилан видит Гэжу Сабиху, она прибегает и приветствует. Когда господин Сейд приходит домой, он рассказывает, что произошло, и говорит, что Дилан никогда меня не простит, он никогда меня не полюбит. Цеврия утешает Джевдета, говоря, что обида Дилана со временем пройдет, и ей не о чем беспокоиться. После этого Ханифе Ханифе понимает, как сильно вы ее любите, и призывает вас не беспокоиться о будущем. Дилан спрашивает Сабиху Ханым, с тобой все в порядке. Когда госпожа Сабиха говорит загадками, Дилан говорит, я могу послушать, если хочешь. Затем он видит медальон Дилана и говорит, какой он красивый. Дилан говорит, что это воспоминания моей матери, и спрашивает Сабиху, думаю, у тебя очень хорошее отношение с матерью. Когда Дилан говорит, да, госпожа Сабиха крепко держит свой медальон, говорит, я не буду вас беспокоить, и уходит. Когда Бэрон спрашивает, чего он хочет, Дилан отвечает, я не понимаю, он выглядел так, будто собирался что-то сказать, но не сказал. Баран сообщает хорошие новости, неважно, я связался с Невину Чар, и она приедет сюда. Дилан улыбается и обнимает Барана. Госпожа Невин постоянно хвалит особняк, рассказывая эту историю, а затем они приходят к мысли, что Эсра Елмас работает в больнице Гэжи Сабихи. Госпожа Сабиха говорит, почему она не могла сказать Хевину, а Хевин говорит, что сейчас неподходящее время, придет время, когда она обнимет тебя за горло, назвав ее моей матерью. Рассказывая о медальоне Сабихи, он говорит ей, как она счастлива и жалеет ее. Как только я говорю, что не хочу расстраивать Дилана, он очень любит свою семью, приходят Дилан и Бэрон. Когда госпожа Сабиха видит их, она спрашивает, что случилось. Дилан говорит, что нам нужна ваша помощь в кое-чем, мы ищем человека, который работал в вашей больнице много лет назад, это очень важно для нас. Когда госпожа Сабиха спрашивает, кто она, она отвечает, Эсра Елмас. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.